Последний день эвакуации по морю русской армии генерала Врангеля из Севастополя принято считать датой окончания гражданской войны на юге России. Также его связывают с понятием «русский исход», когда не принявшие большевистскую власть сотни тысяч россиян были вынуждены эмигрировать. В течение нескольких лет в Севастополе в памяти о жертвах русского исхода совершаются общегородской крестный ход и панихида. Евгения Константинова подробнее. Традиционный крестный ход, посвященный очередной 92-й по счету годовщине русского исхода, начинается от князь Владимирского собора, усыпальницы адмиралов. Традиционный крестный ход, посвященный ход, посвященный ход. По центральным улицам города участники крестного хода следуют в Графской пристани. Именно отсюда в 1920 году отчаливали корабли, на борту которых навсегда покидали родину тысячи россиян, не принявших большевистскую власть. Они уходили в неизвестность, оставляя родные дома, могилы отцов и матерей для того, чтобы сохранить ценности Святой Руси и передать их потомкам. На ступенях Графской пристани благочинный Севастопольского округа, протеерия Сергий Халюта, совершил панихиду по жертвам русского исхода. Уходил отсюда цвет нашей нации. Лучшие сыны, лучшие дочери нашего Отечества уходили с этой пристани. Уходили для того, чтобы сейчас духовно вернуться сюда вместе с нами, молиться всемилостивому Богу. Я вас сердечно благодарю, возлюбленные, о Господе, братья и сестры, за тот крестный ход, за тот крестный труд, который вы сегодня совершили, за ту нашу соборную молитву, которую мы совершили, вспоминая наших праотец. Вспоминали мы для того, чтобы умилостить Бога о душах тех, кто умер на щужбине, и умилостить Бога о том, чтобы Господь никогда более не попускал на нашу страну таких страшных лишений, таких страшных изгнаний, таких страшных исходов. Далее представители духовенства и казачьих организаций отправились морем на внешний рейд Севастополя, где возложили на воду венок. Евгения Константинова, Дмитрий Авдеев, Пресс-служба Севастопольского облагочения. Евгения Константинова, Дмитрий Авдеев, Пресс-служба Севастопольского облагочения.